Мой прощальный выход в город. У меня есть немножко время до выселения из гостиницы. В скверике напротив базара. Ну, что там ещё купила? Маленькие как бы подарочки. У меня много друзей. Всем захочется что-то подарить. Купила, увидела малину, купила себе кулек малины. Наемся малины. Обожаю малину. Друзья, привет! Мы находимся на проспекте Гедеминоса. Честно говоря, я не собиралась снимать. Но всё-таки я чуть-чуть сниму. Сегодня день города. Поздравляю всех жителей Вильнюса с днём города. Замечательная ярмарка на проспекте Гедеминоса. Здесь вот у нас около фонтана торговые ряды. И я, конечно, хочу немножко снять. Уже мы идём обратно. То есть мы дошли до конца этих рядов. И я подумала, что я не могу не снять. Итак, рыба. Просто буду снимать и всё, посмотрите. Вот такая рыба у нас. Много-много рыбы копчёной. Наташа сказала, что вот тут у нас угорь есть копчёный. И что-то всё вообразимо вкусное. Вот он. Учёные пункты. Всякие вот такие вот. Большое разнообразие рыбы. Столица. Не столица, Наташа подсказывает. Потому что тут и мясные ряды. Хорошо, что я не очень голодая. Каждый продавец у каждого лежит лосочкой. На ней образцы его продукции. Пока мы дошли до этого конца, мы с Наташей изрядно перекусили. Ты посмотришь, он может. Обрядно перекусили. У каждого всё попробовали. Вот. Итак, очень много мёда. Я, правда, всё уже накупила. Вот этот домашний деревенский хлеб. Очень вкусный. У нас тоже напробовала. Колбаля здесь. Много-много колбас. Очень много. Я думаю, что всё это очень вкусное. Очень вкусно. Всё так и манит. Съесть кусочек. Много домашних всяких изделий. Ну и цены, извините. Вот эта штука. 43 евро килограмма. 13 евро. Вау. Ну, наверное, берём как деликатес. Вот так. Как закусочку к пиву, может быть. Чай, блядь. Да. Меня очень-очень привлекали, конечно, ряды с выпечкой. Я приобрела три пряничка. Очень красивые. Потом покажу вам. На них написано. Один Вильнюс. Один написано маме. Другой написано дочке. Так что я ещё хочу себе купить кусок пирога. Называется Тыщелистник. Это фирменный тоже литовский пирог. Он безумно вкусный, безумно дорогой. Такой много-много слоёв. И внутри сочная маковая начинка. Много её. И он достаточно дорогой. Поэтому я возьму кусок, который я съем между рейсами. Дают пробовать. А что это такое? Сыры? Сыры. Сейчас попробую. Вот такой. Он очень вкусный. Сыры. Сейчас ещё будет попробую. Какой Наташа с чесноком? Как называется? Копчёный домашний сыр с чили. Понял. Удержалась, конечно. Купила себе сыра. Ну, трудно было удержаться. Просто невозможно. Надеюсь, что меня выпустят. Рюкзак положу. И сейчас я вам покажу вот это печёное. Это моя слабость. В общем, здесь множество всяких вкусных вещей. Вы всё продлица. Всё вкусное, натуральное, экологически чистое. Это мы пробовали очень вкусные штучки. Очень-очень приочень. Так. Там где же наш вот этот ряд со сладким? Все что-то едят, все что-то жуют. Все пробуют. Щедрые продавцы режут новые образцы. Народ снова пробует, покупает. Торговля кипит. Вот это всё изделие из натурального воска. Натуральный воск. Пчелины. Комедовый. Вот это вот национальная выпечка литовская. Пирог называется шакотис. Шакотис, его изготовление очень интересно. Изготавливается тесто, и как барбекю на вертеле льётся на вал и крутится. Крутится по мере того, как он крутится. Он как бы хочет начать стекать. И он в этот момент запекается. И вот так слой за слоем образуется пирог. Вот с такими вот, как ёжик. Как ёжик. Он может быть огромный. На свадьбы его пекут на какие-то большие праздничства. Вот он, национальный пирог для больших праздностей. Я его пробовала. Наташа меня угощала. Очень пить. Идём дальше. Медовые литы. Я уже спокойно прохожу, потому что чемодан у меня уже трещит. От мёда, от всего. Пошли, Наташа, дальше. Всё тоже. Сегодня уже готовится сцена. Уже играют. Уже там играют, выступают. Народ гуляет. Я же не буду играть в нёсный концерт. Когда завтра? Сегодня вечером 100-летие Литвы сегодня. О, 100-летие Литвы. Поздравляю всех литовцев. С праздником. Ну, что, всё, крепкого-крепкого здоровья и благополучия. Знаете, какой огромный шахотис. Просто грандиозный. Так, это что у нас? Вот такие маковые пироги. Мы там смотрели. Нет-нет-нет, это другой, Наташа. Это не тот. Это не тысячи. Я бы сейчас, конечно, всё купила, но просто его не поддевать. Шахотисы радуют своей красотой. Вот здесь вот. Так, вот там у нас. А вот эти прянички, которые я покупала, видите, очень такие, как бы, они какие имбирные? Они медовые. Медовые пряники и надписи на все случаи. Вы можете купить ребёнку, маме, дочке, сыну, другу, кому хотите. Да, внучке. А вот прянички с первым сентября. Друзья-педагоги, поздравляю вас и дети с праздником первого сентября. Как говорится, 13-ая пятница не так страшна, как 31-ое августа. Любимый пирог, он называется пищелистник. Вы не представляете, это самый вкусный вкус на свете, какой можно только придумать. В разрезном виде он выглядит вот так. А вот такой пирог, он сколько вес потянет? Самый маленький, 12-ый, 12-ый, да, маленький, 12-ый. Я так радовалась, что у меня лёгкий рюкзак, что у меня лёгкая сумка. Не тут-то было. От печёного я не могу отказаться, от сыра тоже. Шоколад между Наташкой. Да, я показала, да, очень всё красиво. Покрасно. Смотрите, какой вазон. Посмотрите сейчас, сначала вазон, потом костюм. Ещё раз полюбуемся янтарём. Осколки янтарного замка. Литовские умельцы сделали прекрасное украшение к из янтарям. Невозможно уехать, не купив что-то на па. Изделия из дерева. Наташ, как называются? Клумпей. 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 Правильно, правильно, Клумпей. А вот эта натуральная шляпа раньше носили. Я вас сниму. Ну, пожалуйста. Поедете в Азербайджан, Баку. Вот такие же деревянные клумпи. Вот если бы ещё клумпи надели, вообще красота была. Ну, не говори, мне вообще, человек, ничего не надо. Только оденься и сиди. Нет, так ваш бы сняли с натуральными клумпами. Такие деревянные басмаки, национальные. Ну, евро вам дадим за всё. О, это уже заявка на большой бизнес. И когда они танцевали, вот так притопывали, приклопывали. Мы не ходили, не только танцевали. Да, да, да. Очень тяжёлые, я их брала в руки. Очень. О, Марина. Толстого дерева. Сюда мы лошили драгоценности. Вот. Прелесть. Вот мы перешли через дорогу. И следующие ряды тут идут уже изделия умельцев. Всякие поделки, украшения, текстильные изделия, вязаные. А мы уже поспешим. Нам нужно перекусить. И всё. На стартовую, финишную. Фу-то, не на стартовую. У меня так и тянет, что им стартовая, чтобы остаться. Ещё продолжить свой отдых. Ну нет, на финишную прямую. Друзья, на всякий случай прощаюсь. На всякий случай прощаюсь. Пока, друзья. Мне очень понравился Вильнюс. Мне очень понравилась Вига. Мне очень понравилась Паланга. Мне всё очень понравилось. Ну ты как? Я что-то не... Пока. До новых встреч, друзья. Пока. Пока. Продолжение следует...